Добрый вечер! По труду и охрана. На Брещене прошел пятый областной день охраны труда. Жизнь и здоровье человека в приоритете. Кто никогда не был в студенческом отряде, тот никогда не поймет всей прелести студенческой жизни. В Беларуси стартовало трудовое лето 2014. Золотые фонды Горьковки. Брестская областная библиотека пополнилась уникальным изданием Берестейской библии. Подводные камни летнего отдыха. Или как с отдыха вернуться домой и вернуться здоровым. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 4 июня на Каменечине прошел ежегодный областной день охраны труда. Участники мероприятия посетили ряд объектов региона, ознакомились с условиями труда, общей системой работы на предприятиях, а также в ходе пленарного заседания обсудили ключевые вопросы и проблемные моменты в данном секторе социально-экономического развития региона. Насколько эффективны меры, которые сегодня существуют в данной сфере? Какие направления требуют корректировки? И почему порой именно от самого сотрудника зависит безопасность рабочего процесса? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в первом материале выпуска. В списке предприятий и организаций, которые посетили участники пятого по счету областного дня охраны труда, объектов было немало. Коммунальное хозяйство, завод по переработке масленичных культур, а также фирма по изготовлению полимерных материалов, молочно-товарная ферма и предприятие по переработке мяса. Направление деятельности этих организаций совершенно разное, но есть и объединяющий фактор – забота о своих сотрудниках. Жизнь и здоровье человека превыше всего. Это понимают и наниматели, и представители органов власти на местах. А потому работа в этом направлении, в том числе и на Каменечине, ведется постоянно. Вопрос обеспечения здоровых и безопасных условий труда и исполнения требований директивы номер один ежегодно рассматривается на заседаниях районного исполнительного комитета и районной комиссии по охране труда. В 2013 году на заседаниях районного исполнительного комитета данный вопрос рассматривался дважды. Создание комфортных условий труда напрямую связано с экономикой, и связь эта двусторонняя. Чем удобнее и безопаснее рабочее место человека и сам процесс, тем выше уровень и качество работы, а значит выше доход предприятия и самого сотрудника. Примером такого грамотного и основательного подхода как к обеспечению условий труда, так и к развитию предприятия в целом, можно отнести молочно-товарную ферму «Яминка», которая не так давно стала частью открытого акционерного общества «Ведомлянская». По ферме «Яминка», где мы находимся, в прошлом году удой был 8,5 литров, и 8 литров был вообще по хозяйству новый путь. На сегодня здесь эта ферма, которую мы сделали, превратили нормальные условия и для животных, и очень хорошие условия для работников, 15,5 литров на корову. Выход телят по хозяйству в прошлом году здесь был 49, выход телят по этой ферме за 5 месяцев – 66 на сегодня. К сожалению, далеко не все предприятия обречены, в отличие от посещенных, можно назвать безопасными. И далеко не каждый директор, инженер по охране труда или учредитель уделяет этому вопросу должное внимание. Доказательства тому – сухие цифры статистики травматизма, которые уже сегодня превышают прошлогодний уровень. «Я, к сожалению, не могу обрадовать тем, что у нас в этом году наблюдается снижение количества несчастных случаев на производстве. В частности, приведу цифры. Так, если за 5 месяцев 2013 года у нас всех зарегистрировано с тяжелым исходом 36 несчастных случаев на производстве и 5 из них смертельных, то уже в 2014 году 38 случаев с тяжелым исходом, из них 9 смертельных. Причинами таких исходов явилось как невнимательность нарушения правил охраны труда самими работниками, так и неодлежащее исполнение своих функциональных обязанностей их руководителями». Причину такого положения дел немало. Часто виной всему становится алкоголь. Как подчеркнул в ходе пленарного заседания глава региона Константин Сумар, именно нестабильность и непоследовательность в вопросах охраны труда не позволяют изменить ситуацию и уменьшить количество травм. Соблюдение требований и норм техники безопасности на производстве должно войти в привычку, а значит, искать новые пути решения проблемы и иные методы воздействия необходимы уже сегодня, чтобы завтра не пришлось пожалеть. «У нас должна быть уже система отработанная по созданию для людей безопасного труда, то есть, чтобы все те нормы, которые должны соблюдаться, чтобы и люди в первую очередь соблюдали их, и технически мы должны все обеспечить для того, чтобы человек не смог улезти туда, где он иногда может быть под неосторожностью улезти, то есть, чтобы именно технические, технологические возможности были такие, и чтобы человек не смог где-то получить себе травму. Вот в этом направлении нам надо работать». Анастасия Срабко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Лето 2014 уже началось. Несмотря на то, что большинство студентов еще парятся над своими конспектами и сдают экзаменационную сессию, отдельные представители студенческой молодежи уже отправились на заработки в детские лагеря, на строительные объекты и другие трудовые полигоны. Речь идет о студенческих отрядах. Трудоустройством всех желающих, а также определением их места работы в нашей стране занимаются представители Белорусского республиканского союза молодежи. Сколько студентов Брещины сегодня пополнило ряды трудовых отрядов и какие объекты региона стали их первым местом работы, узнаем из сюжета Виктории Драгобецкой. Детский оздоровительный лагерь «Орленок» – первое место высадки трудового десанта 2014 под эгидой Брестского педагогического университета. Наша съемочная группа застала студентов в первый рабочий день. Будущие педагоги и психологи принимали своих подопечных и знакомили их с новым местом жительства на время июньской смены. Марина Рабчук – командир трудотряда и одна из 26 студентов психолого-педагогического факультета поделилась с нами ожиданиями, с которыми приехала в детский оздоровительный лагерь. Лагерь, конечно, это непосредственно близкий контакт с детьми, это общение, это набирается опыт. Конечно, это веселый отдых и для себя, и для детей. По словам руководителя студенческого отряда, в этом году трудовой десант уже с первых дней проявляет себя активно. Ребята не боятся трудностей общения с детьми, смело берут инициативу в свои руки и серьезно настроены на работу. Впрочем, педагогические отряды – одни из самых популярных и всегда показывали качественный уровень работы. В этом трудовом семестре у нас планируется педагогических отрядов порядка семи. Самая широкая география, почти вся Брестская область задействована. В данный момент мы сейчас в Жабенковском районе, в детском оздоровительном лагере «Орленок». Это первые, кто у нас поехали в этом сезоне, первая смена. Планируются педагогические отряды Березовский район, Ивановский район. И ведется дальнейший поиск уже по индивидуальному трудоустройству молодежи. Не именно в составе студенческих отрядов, хотя студенческие отряды – это наш приоритет, но и индивидуальное трудоустройство тоже в педотрядах. Грандиозная стройка средней школы номер 4 в юго-западном районе города также стала первым местом работы для многих представителей судотрядов еще одного не менее востребованного направления – строительного. Сегодня на объекте месяц цемент, копают траншеи и кладут кирпич порядка 20 представителей Брестского политехнического колледжа. Вскоре им на подмогу придут студенты педуниверситета. По словам молодых людей, работа на стройке – это не только возможность пополнить свой кошелек. В первую очередь подзаработать, получить опыт, получить какую-то новую профессию можно, либо повысить свой разряд просто. Сегодня, кроме педагогического и строительного, большую популярность набирают сервисные, добровольческие, а также сельскохозяйственные студенческие отряды. Кстати, тот факт, что вступить в их ряды могут только члены организации БРСМ – не что иное, как миф. Получить возможность работать на строительном объекте, в детском лагере или супермаркете может любой студент, который напишет заявление, пройдет определенный конкурсный отбор и принесет медицинскую справку. Не обязательно даже быть учащимся Брестского вуза. С 1 мая по 31 мая у нас в области уже сегодня отработало 673 человека в составе студенческих отрядов и индивидуально. Это были 32 отряда, в основном это строительные и сервисные отряды. Лидером сегодня по трудоустройству молодежи за май месяц является Барановичский городской штаб студенческих отрядов. Они трудоустроили 400 человек. Это строительные и сервисные отряды. Сегодня можно сказать, что уже начало сезона, начало третьего трудового семестра пошел в самую активную фазу. Это у нас пошли строительные отряды работать, педотряды. Лидером которого два университета Барановичский и педуниверситет, который испокон веков, наверное, лидер в этой, можно сказать, по этому направлению. И строительные отряды самые популярные. Самые популярные потому, что около тысячи человек, именно студентов БРГТУ, технического университета, работают не только в пределах области, но и за ее пределами. И планируется, что в этом году у нас 10 человек поедут в составе сводного республиканского отряда из часа студентов технического университета на Ямал. Тоже на всероссийскую студенческую стройку. Прежде всего, это огромнейший опыт. Опыт работы, будь то дети, будь то коллектив в строительных отрядах, общение с людьми в отрядах сервисных. Безусловно, это опыт, это та же романтика студенческая, это незабываемо проведенное время. И я считаю, это прекрасная инициатива, которая, наконец-то, возрождается и имеет огромнейший интерес у молодежи. Кстати, тем, кому не получается вырваться на трудовой полигон в составе судотряда, первичная организация БРСМ предлагает работу в индивидуальном порядке. В любом случае, студенческие отряды – это хороший опыт в освоении профессий для тех, кто, расправившись с экзаменами и зачетами, отправился постигать азы профильных специальностей на свои первые рабочие места. И навыки будущей профессии получат, и деньги заработают, и с пользой проведут летние каникулы. Виктория Дрогобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжении студенческой темы. В Беларуси сегодня проживают чуть более 2 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 31 года. То есть приблизительно каждый четвертый житель нашей страны. Из них около 400 тысяч – студенты. Активная и креативная часть общества. Цифра более чем внушительная. Именно поэтому в нашем государстве молодежная политика является одним из важных направлений деятельности. За несколько последних лет было реализовано большое количество молодежных проектов и программ. Активно велась и ведется работа по совершенствованию системы образования. Реформируется высшая школа. Также совершенствуется правовая база. Такая серьезная поддержка со стороны государства позволяет молодым людям сконцентрироваться на получении образования. И, как говорится, не распыляться по пустякам. Поэтому белорусская молодежь показывает высокие результаты, как на республиканских, так и на международных конкурсах. Недавно команда студентов Брестского государственного университета имени Пушкина стала обладателем первого места в международной межвузовской олимпиаде по психологии и педагогике. Познакомилась с победителями наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Потницкая. О том, что эти молодые люди – активные студенты, говорить не приходится. На занятиях они постоянно работают, причем не только слушают преподавателя и конспектируют лекции, но и сами делятся своими знаниями, которые постоянно совершенствуют благодаря дополнительной литературе. Когда пришла пора выбирать из числа студентов Брестского государственного университета имени Пушкина представителей вуза на международную олимпиаду, то выбор пал именно на этот инициативный коллектив. В молодых людях педагоги не сомневались. Нас всех делегировала наша кафедра. Решили, что во мне достаточно будет энтузиазма, умения работать с молодежью. Вот поэтому я приняла на себя эту обязанность. Тоже, конечно, сначала было немножечко очень экстремально ответственно, но когда я узнала, с кем я буду работать, вопросы были сняты. Потому что ребята, я об этом не устаю повторять, очень достойные, замечательные все и по человеческим качествам, и как студенты. Только позднее в интервью молодые люди признаются, ехать было немного страшно и боязно, но очень хотелось проверить себя и свои силы. В том, что они подготовлены довольно хорошо, студенты не сомневались. Ведь программа в вузах одинаковая и соответствует требованиям Министерства образования. Главным было другое – показать, что именно Брестский государственный университет может быть лучшим. В тот день, когда я узнала, что я буду участницей Олимпиады, декан нашего факультета огласил весь список. На самом деле было приятно услышать свою фамилию в этом списке, но и немного страшновато, потому что как показать себя, как показать команду, верю ли я в свои силы. Ну да, в принципе верю, но как-то сомнения какие-то были, и поэтому тяжеловато было немножечко определиться, хочу я или не хочу, смогу я или не смогу. Но я знала, что со мной будет сильная команда, и в принципе мы справимся. К некоторым конкурсам молодые люди готовились заранее. Задания были высланы участникам по электронной почте. Однако были и испытания, к которым приходилось готовиться на месте, буквально за каких-то полчаса. Я хотел бы вспомнить тот конкурс, который нам был как задание для подготовки, то есть подготовиться за полчаса. Потому что именно в этом конкурсе мы выложились по полной. То есть это каждый из команды работал, и те книги, которые были с нами, и в поезде, которые мы читали, они были использованы там. Международная межвузовская олимпиада по основам психологии и педагогики показала молодым людям, насколько разнопланова выбранная ими специальность, и как важно уметь быстро принимать правильные решения. Команда психолога педагогического факультета уверена, что тот опыт и те знания, которые они получили благодаря участию в этом форуме, пригодятся им в профессиональной деятельности. Любые знания, которые мы получаем, они пригодятся в любом случае, потому что мы знаем, как себя держать на сцене, как правильно высказать свои мысли, что ответить людям, когда они спрашивают, либо просят какого-то совета. И я считаю, что опыт, который мы получили на олимпиаде, он пригодится в будущем, как в жизни, в обычных ситуациях, так и в профессиональном опыте. Благодаря Международной олимпиаде этот инициативный коллектив стал еще более дружным. Проявив себя на отлично в этом конкурсе, молодые люди вместе готовятся к новым, не менее интересным испытаниям и новым победам. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. О любви не говорят, о ней все сказано. Но как много говорим мы об этом чувстве, находя новые красивые слова, метафоры и насказания. Воспетая сотни тысяч раз в романах и стихах, любовь находит свое подтверждение в реальной жизни. Супруги Фертиковы, Валентина Гавриловна и Михаил Николаевич отпраздновали бриллиантовую свадьбу, правда, три года назад. 63 года несут они в своих сердцах теплоту и нежность по отношению друг к другу. Со временем крепнет их взаимная привязанность. Они уверены, что прожили такую славную и счастливую жизнь только благодаря любви, которая связала их много-много лет назад. Сотрудники Брестского дома гражданских обрядов решили, не получилось поздравить с бриллиантовой свадьбой вовремя, поздравим сегодня. И назвали торжественное мероприятие 63+. Лариса Осмолович расскажет, как это было. Светлое чистое чувство, связавшее Валентину Гавриловну и Михаила Николаевича Фертиковых, в уже далеком 1951 году и по сей день присутствует в их сердцах. Рассматривая фотографии родных и близких, дочери и сына, внуков и правнуков, они вспоминают себя молодыми. Живо каждое мгновение, как впервые увидели друг друга, как пробежала между ними та искорка, которую именуют любовью. Поженились со смехом. Такова история начала их супружеской жизни, правильнее сказать, история предложения от юного Михаила, 18-летней Валентине. Здравствуй, здравствуй. И он тут же сразу бух на колени и говорит, давай поженимся, сколько я буду мучиться и это и все прочее. А мне так стало смешно, я до того раз хохоталась и смотрю, и у меня в мыслях ничего не было. Я вот сквозь смех, я же говорю, поженились смехом, сквозь смех. Я говорю, давай. Вот без всякого, без всего, что-то мне хотелось или чего-то, ничего не это не было. Поженились и прошли через все тяготы военной жизни. Было все и трудности, и радости. Ведь не зря говорят, жизнь прожить не поле перейти. Но все стойко переносили вместе. И сегодня считают, что помогало преодолеть все невзгоды любовь. А еще время было такое, когда испорченное чинили, а не выбрасывали на свалку. Это, к слову, о разводах. Поэтому судьба подарила им праздник, который дано отметить очень немногим. Надо взаимопонимание в семье. И надо вот иметь терпение. Если есть какие-то уже вопросы, набирайте терпение их решать. Нельзя так, не разобравшись, решать это все жизненные вопросы. Мне кажется, в том, что надо понимать друг друга и уважать друг друга. Уважать, как говорится, принципы каждого. И мужа, и мужем, женой. Принципы жены. Совместно. И совместно, как говорится, решать. Как награда за бесконечную верность, любовь и терпение пришла к Валентине Гавриловне и Михаилу Николаевичу к людям, особо отмеченным судьбой, бриллиантовая годовщина свадьбы. Не зря символом этого юбилея стал самый чистый, твердый и дорогой драгоценный камень. Но поздравления с юбилеем принимают прожив 63 года. И название такой свадьбы – 63+. Жена имеет исключительно важное значение. Она была у меня крепким тылом. Она мне оказывала большую помощь. И в отношении общеобразовательной подготовки, да и даже и другие вопросы неких решила. А главное, она взяла все на себя. Тяжесть, тяжесть семейного быта и воспитания детей. Я был предоставлен, мне была предоставлена возможность именно трудиться. Ну, как в жизни жилось? Трудно жилось, конечно, как говорится. Что там? Я фактически ничего не было. Одно платьице на себе было. У него одна форма. Жили, дай бог каждому. Ругаться особо не ругались. Да и некогда было ругаться. Он все время на службе был. А если там другой раз я растержусь, что-нибудь на него сплю, две минуты там выскажу ему, он молчит, ни звука мне не отвечает. А потом я уже, у меня пыл этот пройдет. Он говорит, ну все. Я говорю, все. Он говорит, ну и хорошо. И все, у нас опять пошло. Мир дружбы. Мир дружбы. Жизнь супруга Фертиковых – прекрасный пример любви и взаимопомощи. Узы брака не стали для них цепями, а превратились в тонкие золотые нити духовного родства. Благодаря взаимной поддержке жизненной тяготы не согнули спину Михаила Николаевича. А глаза Валентины Гавриловны, благодаря любви супруга, сверкают бриллиантами. В этой семье очень тепло. Когда они рассказывают обычным тихим голосом о своей жизни, не самой простой, по неволе выступают слезы. Потому что ты понимаешь, что за этими простыми словами стоит самая непростая жизнь. Объездить весь Советский Союз, служить за границей. Совсем молодой, значит, Валентина Гавриловна вышла замуж. Состоялась как жена, состоялась как мать. Теперь уже как бабушка и прабабушка. Узнать про то, как служили офицеры в то время. Причем офицер боевой, который прошел войну, служил в войсках связи и прошел всю Польшу. Имеет боевые награды. И узнать, как он служил, начиная от того момента, когда солдат поднимали, в 6 утра и в 12 ночи он приходил домой. И сразу думаешь, а когда они вообще эти люди отдыхали? И отдыхали ли? Или отдыхали ли вообще? Поэтому я просто счастлива, что мы сегодня побыли в гостях у этой семьи. Как весенний паводок, быстро прошли 60 лет семейной жизни. И годы доказали, что Валентине Гавриловне и Михаилу Николаевичу Фертиковым присущи мудрость, чувство ответственности, преданность семье, а еще доброта, щедрость души, высокая порядочность и, конечно, любовь. И дай Бог, дожив до благодатной свадьбы, которая ознаменует 70 лет их супружества, они скажут друг другу, спасибо тебе, родной, и спасибо тебе, дорогая, за то, что все эти годы мы были рядом, деля радости и невзгоды. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Брест – это город с большой историей. На протяжении многих веков здесь жили и творили известные люди земли белорусской, которые своим упорным трудом и большими заслугами прославляли Синёкую. Менялись границы государств, создавались одни, распадались другие. Однако, несмотря на все перемены, люди старались оставить после себя наследие, которым будут пользоваться их потомки. Недавно фонды Брестской областной библиотеки имени Горького пополнились новым, уникальным изданием Берестейской библии, которая сегодня является уникальным для учреждения историческим печатным документом. Однако, известно немногим, что кроме Библии в Горьковке есть специальный фонд редкой литературы. Познакомилась с Золотым фондом и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Потницкая. Эти помещения Брестской областной библиотеки имени Горького находятся под особым наблюдением. Посторонним, как говорит табличка на двери, вход воспрещен. Здесь, в залах, куда никогда не попадает солнечный свет и создан особый температурный режим, находится уникальный книжный фонд, насчитывающий не одну сотню тысяч экземпляров печатной продукции. Книги, газеты, журналы, листовки. Мы находимся в отделе основного книгохранения Брестской областной библиотеки. На данном этапе это самый большой отдел нашего учреждения. В нем находится больше 230 тысяч экземпляров книг. И кроме книг мы собираем газеты, журналы, начиная от послевоенных лет. Весь этот большой книжный фонд собирался с момента основания библиотеки, которая, к слову, в следующем году будет отмечать свое 75-летие. Библиотекари рассказывают, что книги попадали в литературный храм самыми разными путями. Например, после Великой Отечественной войны советские солдаты, дошедшие до Берлина, везли в качестве трофея оттуда все, в том числе и книги. А первые библиотекари ходили на вокзал и просили у бойцов печатное издание, некоторые из которых сегодня находятся под грифом «особенные». Таких раритетов сегодня около тысячи, в их числе и книги, которым уже не одно столетие. Например, «Сибирская история». Долгое время эта книга была одной из самых старых в нашем фонде. Она датирована 1774 годом и имеет удивительную историю, которую мы исследовали. И на сегодняшний день мы точно знаем, что это, можно сказать, плагиат. Один из первых нам известных. Как один автор украл у другого автора целую книгу и напечатал под своей фамилией. Последним и наиболее ценным приобретением сегодня сотрудники библиотеки считают Брестскую библию. Уникальное издание 16 века в идеальном состоянии хранится теперь в городе, где-то впервые появилось на свет. Особенным этот экземпляр считается и потому, что огромная часть его тиража была уничтожена. Особое место в уникальной коллекции библиотеки занимает и том «Философии Сенеки», изданный в 16 веке известным печатным предприятием семьи Эзельвиров. Эта книга является одним из старейших печатных изданий библиотеки. Приобретение этого экземпляра – это 5 лет работы, поиска и вариантов приобретения. К сожалению, это не полный экземпляр, так что мы надеемся еще только приобрести полный. И даже если одну страницу кто-то где-то будет из Брестской библии продавать, мы все равно будем стараться ее приобрести, потому что считаем, что Брестская библия – один из символов Бреста, наравне с Брестской крепостью, Брестской унией и Брестской библией. Эта книга до сих пор, вы можете убедиться в том, что она в прекрасном состоянии, она выглядит как шедевр полиграфического искусства. Все материалы натуральные в этой книге. И повторюсь, что на сегодняшний день это самая старая книга фонда нашей библиотеки. Брестская областная библиотека имени Горького может по праву считаться настоящим литературным музеем. Только в этом отделе собрано более полумиллиона изданий, которые были бы интересны не только брестским ученым, но и литературоведам и историкам других стран мира. Анастасия Назринплотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Беларусь не зря называют Синекой. Бесчисленное количество рек и озер, национальная гордость и одно из главных достояний. Именно их побережье является самым любимым летним местом для отдыха большинства белорусов. Но выезжая на пикник, далеко не все помнят и соблюдают правила личной и природной безопасности. Как правильно выбрать место? Какие законы поведения на воде обязательны для выполнения? И почему комфортность пребывания на летнем пляже часто зависит от самого отдыхающего? Ответы на эти и другие вопросы в следующем материале выпуска. Наступили горячие летние дни. Термометры показывают уверенный температурный плюс. И большинство берестейцев устремились на пляжи поближе к воде и солнечной энергии. Такое желание поплавать, позагорать и отдохнуть похвально. После сеанса водных и солнечных ванн любой стресс уходит. Если, конечно, человек не забывает о контроле и осторожности. Летние пляжи таят не одну опасность, знать и помнить о которых необходимо. И лидирует в этом списке безопасность на воде. Надо помнить о тех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в период купального сезона. Первая, я уже сказал, основная причина – это злоупотребление с напитками. Вторая причина – гибель людей. Это 100% только недосмотр со стороны взрослых родителей. Ну и, соответственно, соблюдать режим нахождения на солнце. Соблюдать режим воды. Вода должна быть не менее 18 градусов. Потому что в противном случае в холодной воде или перегревшейся, если погружаешься в воду, следуют судороги. То есть они имеют плачевные последствия. Следующий момент – это не всегда надо оценить свои силы, не заплывать на особенность в ходную часть реки. Потому что баржа, в частности, у нас тут в Бресте. Не нырять с лодок, не нырять еще особенно в незнакомых местах. Потому что у нас очень много случаев по республике и по области, когда получают травму позвоночника, человек парализован. Никому это не надо. Не надо испытывать судьбу. Вторые по очереди, но не по значимости, идут в солнечные ванны. Чрезмерное желание загореть и бесконтрольное нахождение под палящим солнцем может привести как к быстрым последствиям, тепловому и солнечному ударам, так и спровоцировать развитие серьезных заболеваний кожи. А потому особую осторожность в жаркую летнюю погоду необходимо соблюдать и в зоне отдыха, и вне ее, одеваясь по сезону и обязательно дозируя время нахождения на улице. Для того, чтобы не перегреться в жаркую летнюю погоду, нужно с 12 до 16 часов примерно в это время почаще находиться в тени или ходить по улице по затененной стороне. Беременным женщинам, людям пожилого возраста и детям в это время лучше вообще не выходить из тенечка. Носить лучше тонкую, легкую, белую одежду из хлопчатого бумажной ткани и солнцезащитные очки, которые защищают наше тело и сетчатку глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Важно помнить и знать не только как плавать и загорать, но и где. На территории Брещина официально работают 82 рекреационных зоны, то есть пляжи, полностью оборудованных для отдыха. Каждые две недели специалисты берут там пробы воды, а потому необходимо внимательно следить за обновлениями на стендах и не купаться там, где стоит запрещающая табличка. На сегодняшний день у нас 82 зоны рекреации, официально утвержденных решением горроисполкомов, на которых разрешено купание. Нашей службой, в том числе для подготовки к купальному сезону, все эти 82 зоны охвачены мониторингом. Все недостатки, которые были учтены, они направлены в горроисполкомы и субъектам хозяйства, на балансе которых эти зоны рекреации находятся. И, соответственно, практически все наши предписания и рекомендации уже выполнены. Хочется напомнить отдыхающим еще и о том, что природа, которая так щедро делится с людьми своими богатствами, также требует к себе уважительного отношения. А потому, уезжая после пикника, позаботьтесь о ней и оставьте место вашего отдыха в порядке и чистоте. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинфорум». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинфорум» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные и важные актуальные темы проинсмотра заинтересовавших вас сюжетов все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай». Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В последующие двое суток в Беларуси установится умеренно теплая погода. Будет комфортно тепло и на Брещине. 8 июня область будет находиться преимущественно в поле повышенного атмосферного давления. Будет тепло и недождливо, ночью и утром местами туман. Ветер западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем до 26 тепла. 9 июня погоды в Беларуси будут определять неустойчивые, умеренно теплые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. В течение суток сохранится теплая, без осадков погода. Ветер северо-западный, умеренный. Термометры будут показывать уверенный температурный плюс. Ночью до 15 градусов выше нуля, дневной фон – 26 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова